Решите уравнение. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Заметим, что в правой части уравнения мы имеем сумму квадратов чисел, из которых состоит сумма в основании степени левой части. А это значит в правой части удобно будет выделить полный квадрат, а точнее удобно будет выделить квадрат суммы трех чисел. Для этого вспомним формулу квадрата суммы трех чисел. A плюс B плюс C и все это в квадрате равно сумме квадрата в этих чисел плюс сумма их всех возможных удвоенных произведений. То есть плюс 2AB плюс 2BC и плюс 2AC. А это значит для выделения полного квадрата нам нужно будет в скобках в правой части прибавить и вычесть всевозможные удвоенные произведения нужных нам чисел. То есть левую часть уравнения мы перепишем, а в правой части в скобках мы прибавим всевозможные удвоенные произведения чисел, которые находятся в скобке в левой части. То есть это будет 2 умножить на x квадрат умножить на x, то есть 2x в кубе, плюс 2 умножить на x квадрат умножить на единицу, то есть плюс 2x в квадрате и плюс 2x. Но так как у нас этих слагаемых не было, то мы должны их вычесть. То есть вычитаем минус 2x в кубе, минус 2x в квадрате и минус 2x. Левую часть переписываем. А в правой части в скобках первые 6 слагаемых дают нам полный квадрат, а точнее дают нам квадрат суммы трех чисел. То есть это будет x в квадрате плюс x плюс единица и все это в квадрате. У оставшихся трех чисел можно для упрощения вынести за скобки общий множитель. То есть выносим за скобки минус 2x. В результате получаем минус 2x умножить на x в квадрате плюс x плюс единица. Левую часть уравнения пока перепишем. А в правой части в большой скобке вынесем за скобки общий множитель. То есть вынесем за скобки квадратный трехчлен x квадрат плюс x плюс единица. В результате получаем 3 умножить на x в квадрате плюс x плюс единица умножить на квадратный трехчлен x в квадрате плюс x плюс 1. И от второго слагаемого у нас остается минус 2x. Во второй скобке в правой части приводим подобные слагаемые. Все переносим влево и выносим за скобки общий множитель. То есть выносим за скобки квадратный трехчлен x в квадрате плюс x плюс 1. В результате получаем х в квадрате плюс х плюс единица умножить на х в квадрате плюс х плюс 1 минус 3 умножить на х в квадрате минус х плюс 1. И все это равно 0. Первую скобку можно переписать. А во второй скобке можно раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Получаем минус 2х в квадрате плюс 4х минус 2 и все это равно 0. Минус 2 во второй скобке выносим за скобки и окончательно получаем минус 2 умножить на х в квадрате плюс х плюс 1 умножить на х в квадрате минус 2х плюс 1. То есть мы получаем квадрат разности. Х минус 1 и все это в квадрате. В правой части у нас остается 0. Произведение многочленов в левой части равно нулю, когда хотя бы один из них равен нулю. Дискриминант квадратного трёхчлена в первой скобке отрицателен. А это значит квадратный трёхчлен, учитывая положительный коэффициент при старшей степени переменной, будет строго больше нуля. А это значит только второй множитель может быть равен нулю. То есть, х-1 должно быть равно нулю, откуда х равен единице. Пишем ответ. Уравнение имеет единственный корень, х должен быть равен единице. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.